Ребят, всем привет! Сегодня я решила сделать такое видео праздничного новогоднего макияжа любимыми косметическими средствами. Ну и так как у нас этот год был годом кролика уходящий, то Белочка тоже решила присоединиться и поздравить вас. Увлажняющий спрей от Диальба, или Дальба, как хотите называйте. 60 мл, очень удобный формат, чтобы брать с собой. Здесь достаточно хороший широкий такой угол распыления. Миша, заканчивающиеся, я уже их добиваю прям как могу, 23 и 27 вместе. По цвету получается то, что нужно, среднячок. Я сейчас, кстати, использую меньше автозагара. И кожа, конечно же, сразу выглядит вообще гораздо лучше, потому что, конечно, автозагар дает отличный цвет, но это сильно, скажем так, портит кожу. Поэтому те, кто хочет пользоваться автозагарами, попробуйте, не знаю, пользоваться им очень-очень минимально, потому что все равно он сильно сушит кожу. Если у вас кожа сухая, как у меня, он ее высушит еще больше. Я буду наносить бронзер перед использованием консилера. Свой любимый сейчас Герлен Таракота в 0,2 оценке. И он сразу, видите, с розовыми частичками. Но сегодня я буду наносить румяна в небольшом количестве, потому что хочу все-таки немножко оттенка другого еще. Консилер от Nars и консилер от The Siam. The Siam любимчик 100%. Начну с Nars. Он более такой темный, и я им перекрываю всякие. Вот здесь у меня небольшой такой, ну, не шрам, а в общем, небольшое такое... Я не знаю даже, как это назвать. В общем, небольшая штуковина кожи из-за ожога давнишнего и родимое пятно. Светлый уже от The Siam наношу в другие области. Ну, тоже небольшим количеством, потому что я всегда потом еще... Вот никогда я не могу сразу все, знаете, с первого раза сделать. Брови. Любимый карандаш The Siam. И, кстати, у меня уже, вон, видите, как брови отросли. После микроблейдинга я их уже почти доудалила. Хотела съездить вот еще раз, но уже, получается, в январе поеду не успела. Думаю, когда, ну, последний раз поеду делать удаление микроблейдингом, волосы мои станут совсем светлыми и обесцвеченными. Кстати, их достаточно много. Я думаю, кстати, что у меня брови реже, редее. Я их, наверное, покрашу темной краской. И, конечно же, это будет очень интересно для меня, потому что я волоски подкрашивала, но прям, чтобы все брови покрасить, я их не красила еще сама дома. В качестве основы для своего макияжа глаз буду использовать тени матовые от Luxe Visage. У меня 103-й оттенок, такой базовый. Я его постоянно обновляю. Мне кажется, что он, знаете, чем он хорош тем, что, если вы даже где-то с ним накосячите, то он достаточно такой нейтральный, и его можно легко как бы поправить. Я наношу даже не на все веко, а вот сюда, в эту складку, и потом растушевываю. И теперь сверху я добавлю чуть-чуть бронзер, потому что у него чуть теплее оттенок, и в целом есть такая вот теплинка, живинка, скажем так, которая, ну, чуть-чуть будет вместе компонировать с цветом щечек и вообще в целом. Ну, такой же оттенок. И немножко так поживее будет смотреться. Сейчас буду делать вот эту вот сиятельную историю. Это Lemony Prismatic 01 оттенок. Великолепный просто фисташковый, розовый, нежный. Я его стараюсь по центру сделать аккуратненько. Сначала делаю по чуть-чуть, потому что, если что, потом можно будет его добавить. В целом, если аккуратно его наносить, он не будет осыпаться, но, конечно, каждый раз, когда я крашусь на камеру, я не могу так же ровно нанести что-либо. Я сейчас немножко бронзера возьму и здесь в уголке затемню в бок немножко. Карандаш от Clio. Всегда, когда я наношу любые сиятельные сияшки оттенки, у меня сразу пропадают. Я не визажист, я не могу краситься правильно, поэтому я всегда чуть-чуть делаю стрелку. Ну и желательно, конечно, коричневым карандашом. Clio потрясающий. Он отлично поверх любых теней рисует. Сразу удобно, хорошо и даже поверх сияшек. Можно немножко еще изнутри ввести. Тушь для объема от Clorans. Нижнее прокрашу Clio. Гель для бровей сделаю от Essence. Ну, он не слишком, кстати, влагостойкий в последнее время. Если какой-то снег идет, он немножко подтаивает. Поэтому прям совсем в лобовлажную погоду я его не использую. Румяна сегодня у меня будут Crystal Minerals, вот эти кремовые. Видите, получается такой нежный розовый оттенок. Сегодня тогда хочу сделать макияж губ с 44-м карандашом от Shoe. Вот этот замечательный блеск уход от Reluim. Немножко нанесу бальзам. Он ничем не пахнет, кстати. Очень улажняющий и очень питающий губы. Что ж, ребят, вот такой вот получился у нас новогодний макияж. Я люблю такие оттенки лилово-нюдовые, какие-то легкие, спокойные. Но всегда обязательно, конечно, со стрелками. Потому что если без них, то мои глаза куда-то пропадают. Я хотела бы пожелать вам в новом году, самое главное, это здоровье и счастье. Обязательно радуйте себя хотя бы мелочами какими-то и не поддавайтесь унынию. И я хотела бы сказать каждому человеку, который писал в этом году у меня хорошие, добрые комментарии, какие-то приятные слова, большое вам спасибо от чистого сердца и от души. Потому что мне было очень приятно. Мне всегда очень приятно, скажу вам, читать комментарии какие-то положительные. Большое-большое спасибо каждому из вас. Я невероятно благодарна действительно добрым словам. Потому что это очень действительно ценно, когда человек пишет и вообще думает что-то хорошее. Большое спасибо еще раз каждому. Оставайтесь на канале. Совсем скоро увидимся с вами уже в новом году в новом видео. До скорых встреч, ребят. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok